Представители знака Зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп. Неделя с 4 по 10 марта. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все равно получите. В целом, эта неделя может быть своеобразной прелюдией перед лунным затмением или перед коридором затмений, который у нас состоится еще не скоро, с 25 марта, лунным затмением в весах и продлится до 8 апреля и завершится солнечным затмением в знаке Овен. Это судьбоносный период с 25 марта по 8 апреля и может означать какие-то перемены или события, обстоятельства, мои дорогие, в нашей жизни, на которые мы не можем влиять. Но на этой неделе может что-то начать формироваться. Эмоциональные всплески могут тоже соответствовать как и нашему настроению перепады, так и настроению людей, которые нас окружают. Мы должны быть к этому тоже психологически готовы. Вот такая прелюдия перед коридором затмений, она может уже быть на этой неделе. И планетарно, кстати, нас может штормить эмоционально, это тоже факт. Но пока мы в разрезе этой недели, наш традиционный еженедельный прогноз и основные вопросы, что важно знать в неожиданности, что скрыто. Давайте зададим. Что важно знать для вас, мои дорогие девы? Чего не избежать в неожиданности? Чему сейчас не время или что может помешать? Что вам будет помогать или радовать? Что скрыто? Может, вы чему-то не придаете значения. Дела, работа, бизнес. По основным сферам жизни энергетику смотрим. Энергия, денег и личная жизнь. Что же важно знать? Сама по себе карта. Хорошее настроение нам обещает. И плюс где-то решение материальных вопросов, может быть, как раз через решение денежных каких-то задач. К вам приходит вот это самое хорошее настроение, вдохновение. Ну и где-то более оптимистичный взгляд на жизнь. Почему-то говорю, кубок, который стоит, это паш кубков. И кубок, который перед милым котиком выглядывает оттуда рыбья голова. Рыбы, как известно, символ благополучия, денежного довольствия. Может быть, вы удачно решите какие-то финансовые вопросы. Но в целом эта неделя будет для вас приятной. По крайней мере, тенденции именно такие. А может быть, это какое-то предложение, признание в любви. Карта мелкая. Она не говорит, что это что-то надолго и надежно. Но то, что вдохновение посетит, это точно. Давайте в неожиданностях посмотрим. Ситуация может как-то измениться. А вообще, в неожиданностях вы можете узнать то, что было скрыто. Верховная жрица у нас выглядит именно так. С другой стороны, мы говорим, храните свои тайны, мои дорогие. Может быть, есть те моменты, когда о себе не стоит распространяться. О своей личной жизни и финансах, к примеру. Это точно. Может быть, и будут люди, которым очень любопытно. Ну, значит, будьте великим дипломатом и искусственным где-то манипулятором, чтобы не проболтаться. Всё же это имеет значение. Про основу карты Верховной жрицы – это когда-то была карта Ля Папеса. Известно, что в католической церкви был период, когда во главе стоял не Папа, а именно Ля Папеса. И она об этом скрывала. И в классических, старых, итальянских колодах Таро. И именно вот это сегодняшнее, то, что мы знаем, Верховная жрица – это была именно та Ля Папеса. Это скрытое тайное знание или умелое воздействие как и на людей, так и решение каких-то ситуаций. Когда вы тоже не проболтались или какую-то свою стратегию на долгий период времени разработали, никому не говоря, осуществляете какой-то план, храните молчание, и вы не должны просчитаться. Конечно, всё-таки в неожиданностях карта. Может быть, и тайное становится явным, и тут будет зависеть от того, если вы о себе много не рассказали, то тогда это не будет достоянием общественности. Или, может быть, знаете, есть какой-то вопрос, который вам действительно нужно просчитать или найти недостающую информацию, или узнать, как работает закон в отношении вас, чтобы, опять же, предусмотреть какие-то позиции, когда вам, ну, может либо что-то помешать, либо вы можете в последующем оказаться в сложной ситуации. Вот всё то, что непонятно, оно как будто должно быть прояснено, и то, что вы скрываете, наверное, на сегодняшний день, это будет создавать для вас сильную позицию, чему сейчас не время демонстрировать свою силу. Всё то, что я сейчас сказала, это карта силы. Ещё один старший орган. Видимо, от правильного взаимодействия с людьми и нам по этой карте, это карта великого манипулятора, энергетика, как у мага. Это хладнокровие, выдержка, кстати, не откликнуться на чьи-то эмоциональные психологические сложности в характере, мои дорогие девы. Вы умеете быть сосредоточенными, вы интеллектуалы, держите марку, не поддавайтесь на провокацию эмоциональную со стороны людей. И свои собственные эмоции, как будто тоже нужно держать на коротком поводке. Тут как раз маг, он просчитывает всё, он взаимодействует, он поставил перед собой цель, и он себе говорит, я вот или таким или иным образом, я всё равно добьюсь своего. И пусть хоть камни с неба, хоть любая ситуация вокруг меня, я всё равно должен осуществить свой план. Или какое-то центральное намерение. Предполагает карта, что мы гибче относимся к ситуациям извне, пытаемся найти какую-то точку сборки или то, чего мы можем оттолкнуться. Адаптируемся к какой-то ситуации, ну или манипулируем, правда. Вот этому, может быть, сейчас не время демонстрировать, но быть в этих энергиях рядом, Верховная Жрица, для вас совершенно необходимо. Как будто будут изменения те, которые вы ещё на этой неделе, в начале, по крайней мере, можете не видеть, не знать. И иногда эта карта, именно Паш Кубков, с учётом карты силы, может говорить о том, что может накрыть хорошее воодушевление или уверенность где-то в себе, словно эмоции на подъёме. И тогда мы, уверенные в себе, кому-то что-то можем наобещать. Так вот этому тоже не время. Не думать, что меня хватит на все дела или на участие моё во всех направлениях. Нет, как будто, вот есть что-то очень важное лично для вас. Ну и понятно, вы сами, мои дорогие, что же помогает? Манипулирование. Жонглёр нам показан. Жонглирование помогает. И посмотрите, котик милый нам, как будто в шутовском колпаке. С одной стороны, колпак напоминает шапку мага, такое может быть, да. А с другой стороны, он как будто играет. Вам помогает ваша игра по новым правилам. Сломать какой-то шаблон, стереотип о вас. Взаимодействовать с людьми, может быть, совершенно, абсолютно разными, кардинально. Суметь совместить несовместимое. Договориться с теми, с кем договориться сложно. Но всё в ваших силах. Даже нечего добавить. Вот всё то, что я говорила, интересный у вас расклад, мои дорогие девы. Одна карта дополняет другую. Не прошляпьте что-то. Вы сильные люди. И вы интеллектуалы, повторюсь. И в ваших силах, на самом деле, просчитать любую ситуацию и принять любые обстоятельства жизни, чтобы ваши какие-то намерения, они осуществились. Кто знает, может быть, даже с той ситуацией, мои дорогие, или обстоятельствами, с которыми сталкиваются другие люди, и они их обезоруживают или вводят в какой-то стопор. Ваша задача как раз красиво как-то провзаимодействовать и расширить свои сферы влияния, свои возможности, дальнейшие какие-то планы. И всё это благодаря где-то такому жонглированию. Будьте магом, волшебником. И где-то, может быть, извините, и придётся. Есть такая фраза, не очень красивая, но... Вот я пытаюсь её обойти, а всё в словеса не уложишь. Есть такая фраза «включить дурака». Ну вот иногда, видимо, приходится, чтобы не втянуло, не затянуло в какую-то ненужную ситуацию или направление умелое взаимодействие. Что скрыто? Вы знаете, скрыто какое-то ожидание, может быть. Не торопитесь. Может быть, и ваша личная история. Но вообще это королева кубков так выглядит. И, в принципе, скрываете о себе что-нибудь, нам говорят. Вы можете где-то столкнуться с людьми, которые тоже скрывают. Ведь королева кубков прежде как русалка изображалась. Мы знаем по сказкам. Это та, которая обещала несметные сокровища и какую-то волшебную любовь. Заманивая моряков и рыбаков на пучины морские. Ей верили, за ней шли. И там где-то и оставались великий манипулятор. Вы можете столкнуться с такими людьми или обстоятельствами жизни. Как будто не оставляют вам другого судьба переиграть как-то кого-то или перевернуть какую-то ситуацию, возможность в свою пользу. Ну, как-то так. Дела, работа, бизнес. А вот тут вообще разобраться с чем-то может быть сложно. Пятерка жезлов. Информационный хаос. Утром одна новость, в обед другая, вечером третья приходит, которая противоречит двум предыдущим. Люди ведут себя странно, на чем-то настаивают. Может быть, это тот конкретный или человек, или люди, на которых не понадеяться и ответственности не потребуешь. Не на что опереться, мои дорогие. И вот нам говорят, храни тайну, храни молчание, держи все в секрете, пока не время с чем-то определяться. Сохраняй свои силы, анализируй, и тогда ты увидишь для себя какие-то новые возможности. Не включиться в какое-то дело вопрос раньше времени, как будто будет для вас важно. Финансы. Финансы будут. Удивительно, у вас столько старших арканов. И где-то граничит. Посмотрите, чему сейчас не время. Все то, что я говорила по карте сила. И пятнадцатый аркан дьявол, вам попадает на деньги, он где-то предусматривает, что деньги будут. Нам об этом уже сказали. Но не делать ничего чересчур. Не должно быть просчета. И не должно быть уверенности в собственных силах. Я не случайно это говорю. Нам сказали карты, чему сейчас не время. И я произнесла, не время транслировать свою силу. Обнародовать. Или, ну, чтобы люди видели, что у вас ресурсное время. И карта пятнадцатого старшего аркана. Тут как раз силу надо сохранять. Тут приходится манипулировать, жонглировать и быть волшебником и магом. Так вот, пятнадцатый аркан, не делай ничего чересчур. И этим ты укрепишь свои позиции. Может быть, и есть какой-то вопрос. Ведь что проигрывается по старшему аркану пятнадцатому? Это наше страстное жгучее желание, как азарт, что-то осуществить. А карта говорит, не делай ничего чересчур. Иначе ты окажешься на крючке, из которого потом будешь в одиночку выбираться. Продумайте этот тонкий нюанс, мои дорогие девы, чтобы, правда, себе чем-то не навредить. Но деньги будут. Личная жизнь. Деньги будут. Карты эгоиста я называю. И у нас... Мне нравится, как эта карта изображает милого котика. Обратите внимание. Как будто на возвышенности. И правда, есть по этой карте такое значение, пусть не в этой колоде. Но они, колоды, все равно к чем-то пересекаются. Я выше всех. Вот есть такое значение. У девятки кубков. И эта карта самодостаточности, самоуверенности. Когда у вас все под контролем, когда вы где-то довольны собой, у вас получается осуществить какой-то план. Вас это и вдохновляет, и хочется расслабиться. По личной жизни, если мы говорим про любовь, эта карта не про любовь, хоть и кубков девять. Это больше, ну, где-то в хорошем смысле про эгоизм. В том плане, что как будто даже и не хочется проявлять эмоции по отношению к кому-то. Тут скорее на прием будут ваши настроенные антенны, чтобы для себя самого или самой сделать что-то хорошее. Или, может быть, эта неделя, она будет таковой, что на кону стоит что-то важное из ваших чисто любивых планов и амбиций. Или меняются вокруг как-то обстоятельства. И тоже укрепить позицию задачи номер один. Именно ту позицию, которая граничит с вашим финансовым достатком, с вашей должностью, может быть, по работе и возможностями построения карьеры, с вашим бизнесом. Тут по бизнесу вообще прекрасно. Но просчитаться нельзя. Попасть в зависимую ситуацию нельзя. Быть заложником собственных эмоций нельзя. И как и собственных обещаний. Вот прочная позиция, но больше всего быть вот этой, как верховной жрицей. Или та карта, которая в проснове была ля папеса, которая скрывала даже сильную позицию, как будто тоже нужно скрывать. Но и самому не переиграть. Будьте искусным актером еще, мои дорогие. Перекладывайте на себя. И будьте счастливы. Будьте любимы всегда.